В преддверии празднования столетия со дня образования Советской прокуратуры двух ее представителей Александра Петрова и Валентину Щур поздравил Буйский межрайонный прокурор Дмитрий Ларин. Сегодня мы собрались в преддверии празднования столетия Советской прокуратуры. 28 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня образования Советской прокуратуры. Она, безусловно, является правоприемницей по праву прокуратурой России. С момента образования Советской прокуратуры, как и прокуратуры России в целом, ее правозащитная функция фактически не изменилась. Как и раньше, это обеспечение верховенства закона и соблюдение Конституции. Если раньше это было СССР, то сегодня это Конституция Российской Федерации. В преддверии празднования я горд находиться с вами здесь. Вы представители именно Советской прокуратуры той эпохи. Все-таки времена не меняются, но функция остается прежней. Вы отдали большую часть своей жизни именно служению закона. Более 30 лет. Валентине Николаевне посчастливилось работать в органах прокуратуры более 30 лет. Я начала работать в прокуратуру города Буя в 1976 году. Начинала работать следователем. Более 20 лет проработала следователем. Затем перешла работать на должность помощника прокурора и ушла на пенсию с данной должности. Неоднократно поощрялась я грамотами и медалью. У меня есть, кстати, грамота от первого нашего генерального прокурора СССР Рикункова. Были грамоты и от действующих прокуроров, которые были у нас как в Советской России, так и в нашей современной России. И так. Работа, мне это всегда нравилось, я к ней очень стремилась. И до сих пор я очень люблю свою работу. Если бы я начинала все сначала, я бы начала так же. С той же самой должности, именно со должности следователя. Александр Геннадьевич начал работать в Советской прокуратуре с 1984 года. Он прошел путь становления от стажера до прокурора. Валентин Николаевне и Александр Геннадьевич были вручены юбилейные медали. 300 лет прокуратуре России. Я действительно в 1984 году пришел в прокуратуру. Но начинал я вообще-то в Буйской транспортной прокуратуре, которая находилась тогда тоже в городе Буя. Было две прокуратуры. Вот Буйская межрайонная и Буйская транспортная прокуратура. Так вот я начинал в Буйской транспортной прокуратуре. В общем-то действительно начал работать стажером, целый год работал. Потом помощником прокурора работал, следователем работал. Ну и уже в 90-м году перевелся непосредственно в прокуратуру Костромской области. То есть назначили меня заместителем Буйского межрайонного прокурора. Ну а здесь в общем-то поработать пришлось действительно и заместителем прокурора, и прокурором. На пенсию ушел уже в 2014 году. Ну и то, что отработал в прокуратуре почти 30 лет, об этом я тоже в общем-то не жалею. Как Валентина Николаевна сказала, что действительно если бы пришлось начать сначала, то пошел бы все равно в прокуратуру. В любом случае. Так что это, как говорится, то, что хотелось и то, что в общем-то исполнилось. Хочу добавить, что не каждый может отработать более 30 лет в органах прокуратуры. Законодатель установил определенный порог для выхода на льготную пенсию в связи со сложными условиями службы в этом органе. Ну вот наши ветераны отработали более 30 лет. Это заслуживает определенного уважения, как минимум уважения. Редактор субтитров А.Семкин